шалом дорогие друзья с новой неделей митцара вот ракеты тут разные иранские все в израиле спокойно слава богу все эти разговоры да было сложная ночь много летало всяких пострадавший один арабский пастух бог защищает свой народ бог защищает свой народ главное тут от нас все зависит и так давайте лучше работать сегодня я считаю что вообще чеку надо увеличивать количество духовности и уроки надо улучшать и еще что-то потому что именно так побеждается зло короткая мазь царь решил наградить кого-то из своих подданных был большой пир а потом он сказал вот видите это здание было огромный такой небоскреб высотный кто найдет придет и найдет меня в комнате пожмет руку тот получит огромный приз там премии так далее но все понимали что это громадное там ну скажем стоэтажное здание там времени 10 минут собрались там куча мудрецов думали думали в это время значит раздался как бы старт один мальчик с ешивы там вышел и прямо пошел в дом все остальные бегают ничем прошел в комнату взял царя за руку пожал руку ну всеобщее ликование его вывели на праздничном перу юношу посадили рядом с царем и спросили как ты узнал где прячется царь и он сказал когда я вышел я увидел что все комнаты темные освещены то есть простите все комнаты освещены и только в одной было темно и мне отец мой учил меня когда трудно говорил мне отец там где царит тьма вот там и спрятан клад поэтому я знал где находится царь там где темно и вот в это написали мудрецы в этом секрет жизненного счастья период тьмы в период неприятностей невзгод понятие внутренней почувствовать что свет не только придет но и более того именно вот в том что происходит и заключены нынешние трудности они породят благо они станут причиной того что вскоре раскроется и написано что истинное значение всяких сложностей трудностей и страданий знает только всевышний потому что иначе человек бы стал толстый большой не двигающийся и жевал бы все время на кадавр неудовлетворенные желудочно да так устроен человек надо еще запомнить одно говорят мудрецы что строительство требует чего расчистки строительной площадки и зачастую для возведения там улучшенной постройки необходимо разрушить то что находится сегодня там так и в духовном мире нам многое мешает бог написано что бог построил мир этот он сделал все он знает что нам нужно он хочет дать чеку благо но чек ставит только то 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 такие препятствия негативные факторы они не просто кому-то не нравятся они ставят препятствия между нами и том цветом который дает бог это кто-то ждет рождение ребенка кто-то свадьбы кто-то за экономических доходов все а есть тормоза тормозы их много до негативные качества характера как гнев злоба зависть причины проблемы могут быть разные в частности написано что не сказать может молитва без какого-то каваны она тоже является огромной проблемой поэтому написали мудрецы не зря не радуйся обо мне в мидрошах враг мой ибо я если упаду поднимусь и когда накроет угла меня придет по облегчению надо запомнить одно вот и ствы свет из беды облегчение из падения взлет из самих тягот из страданий сложности произрастает огромное благо потому что она меняет нашу душу то что самое главное в этом мире и очень часто из-за проблем вот этих вот материальных человек печалится потеряно имущество других вещей там ли карьере неудавшейся однако мудрецы знают одно что материальный объект или явление это вообще все иллюзия это каждому создано определенное испытание определенный кусочек мира вся материя думаться надо на минутку вся материя состоит из атомов которые состоят из электронов расстояние между ними как вот от спички до огромного стадиона это иллюзия материя но двигается быстро как вентилятор поэтому кажется о точно все твердое все материя атора говорит что истинная реальность духовного свойства это все обертка да и наши мадрецы говорили что человек сотворен только для того что наслаждаться всевышним он сам себе придумает разные сложности сам мешает себе этим все идет для того будущего мира это коридор это коридор создан будущий мир этот мир написан это коридор и в этом коридоре человек хочет благополучно устроиться сесть еще и желательно с ванной и душем еще раз спасибо большое за сегодняшний день сегодня действительно был великий день потому что то чудо которое произошло наверное не все понимают я сам видел эти сотни ракет не долетевших до израиля видел долетевших ни одна ракета не упала и так сдохнут и погибнут все враги бога барахава ацлахам губууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Продолжение следует...